Это видео создано при поддержке Jurassic World Мы думаем, что увидев, как Терекс уничтожает все на своем пути, люди хотят знать, как они могут защитить себя, если их джип вдруг сломается в меловом периоде. Брайан тоже думал об этом. В дополнение к тонкому слою пушка, тело Терекса было покрыто жесткими маленькими чешуйками. У других динозавров, как у некоторых анкилозавров, утыканных шипами, были толстые слои костяной брони, которые отлично защищали их. Но у Терекса не было эквивалента такому бронежилету. Мы знаем, что Терекс был очень мускулистым динозавром, от челюсти до кончика хвоста. Отпечатки мускулов на их костях показывают, что это были довольно мускулистые хищники. Поэтому любое оружие, которое вы берете, должно пройти не только сквозь толстую чешуйчатую кожу, но и через толстую мышцу. Но был ли Терекс пуленепробиваемым? Что ж, было бы сложно остановить его с помощью пистолета, а вот мощная винтовка уже совсем другое дело. Почему у Терекса были маленькие передние лапы? Давайте обратимся к девятитонному динозавру. Что это за крошечные лапки у такого гиганта? Конечно, существовало много предположений. Одним из них было то, что Терекс использовал их, чтобы щекотать других во время ухаживания. Или что они использовали их, чтобы сжимать в объятиях свою добычу. Как мило. Но, по словам Брайана, настоящая причина связана с равновесием. Как видно в парке юрского периода, когда Терекс ест, у него была не только огромная голова, но она была наполнена мышцами, чтобы придать разрушительную силу укуса, способную разрезать мышцы и перерубать кости. Терекс также стоял на двух лапах, а это значит, что его тело должно было сохранять равновесие. Так как вся сила Терекса была сосредоточена в челюстях, то лучше этому динозавру было пропускать день с упражнениями на руки. Если ящер-тиран накачает свои лапы, он упадет. Почему Терекс был таким опасным? Благодаря биомеханическим исследованиям мы знаем, что Терекс мог укусить силой более 5800 килограммов, более чем достаточно, чтобы раздробить кость. Старые зубы постоянно заменялись, что означало, что у них всегда был новый набор зубов. О, и мышцы его шеи были достаточно сильны, чтобы подбросить 45-килограммовый кусок пищи на высоту около 4,5 метров воздуха и поймать его. И это еще не все. Терекс был одним из немногих динозавров, у которого оба глаза смотрели вперед. Это давало ему бинокулярное зрение или способность видеть объемные изображения. Если бы он не вынюхивал вас своим впечатляющим носом, он бы обязательно вас увидел. Имейте в виду, то, что он был самым смертоносным хищником, не значит, что Терекс был самым опасным динозавром в парке. Сегодня крупные травоядные, такие как бизоны, бегемоты и слоны, часто являются одним из самых опасных животных в их среде обитания. Так что, может быть, рога или остроконечный хвост динозавра-вегетарианца дали бы ему это название. Мы не узнаем, пока не сможем подойти к брахиозавру и посмотреть, что произойдет. Терекс охотился в стаях. Команда Терексов — это невообразимый кошмар. Скажите, что это не так. Что ж, Брайан заверяет нас, что тираннозавры не всегда ладили. На некоторых окаменелостях, таких как останки Терекса-подростка по имени Джейн, видны следы укусов, оставленных другими тираннозаврами. Это был динозавр, который излишне нацеремонился. Однако, есть также несколько ужасающих намеков на то, что они иногда собирались в стае. Следы динозавров — это застывшие во времени моменты. Или, другими словами, поведение динозавров, сохраненное в виде окаменелостей. Похоже, что некоторые следы тираннозавров, найденные в Канаде, указывают на то, что эти хищные динозавры могли образовывать социальные группы, по крайней мере, на некоторое время. Была ли группа, оставившая следы с семьей, охотничьей вечеринкой, просто хотела провести вместе время? Нужно найти больше следов, чтобы это узнать. Рад, что мы не единственные, кто не может спать по ночам, задаваясь этим вопросом. Брайан признает, что убежать от тирекса было бы непростой задачей. Бегство не было мудрым решением. Средняя скорость бега человека составляет около 13 км в час. Тирекс мог бегать со скоростью около 32 км в час и более. Итак, если у вас нет джипа под рукой, что делать? Можно было бы не попасться тирексу, ведя себя тихо. Уж у динозавра были настроены на низкочастотные звуки, ниже диапазона человеческого голоса. Или вы могли бы использовать обоняние динозавра против него, отвлекая его какой-нибудь мощно пахнущей приманкой. Может быть, перцовый баллончик? Просто, чтобы вы не делали, не бегите. Мы не уверены, что ответы Брайана нас успокоили или напугали нас еще больше. Так какой у тебя план по выживанию при встрече тирексом? Расскажи о нем в комментариях. Ты фанат франшизы Парка Юрского периода? Ты можешь приобрести полную коллекцию от Universal Home Entertainment на Blu-ray, DVD и в цифровом формате. И не забудь посмотреть остальные видео о франшизе. Смотри другие интересные видео Ночмоджа Россия, подписывайся на канал, чтобы смотреть новые ролики каждый день.